Обзор на одежду Wildberries, которую никто не оценил. Это просто невозможно держать. Боже, я надеюсь, что там ничего не испортилось. Хорошо, что это не была косметика. Вы когда-нибудь заказывали одежду, которая популярна у всех и имеет много положительных отзывов? Абсолютно логично, что да. Ибо заказывать вещи без отзывов это крайне сомнительная идея. Если только вы не добираете этому магазину как самому себе. Я с подругами искали по всему Wildberries одежду без отзывов, которую не заказывали вообще. И это просто охренеть, как тяжело было. Типа, очень тяжело. Но мы не сдаемся, мы будем продолжать. Все усложнялось тем, что на этот раз наша цель состояла в том, чтобы найти действительно хорошую одежду. По крайней мере, такова была задумка. Подруги сопроводили свои поиски голосовыми. Дорогой, я решила, тебе нужно раскрыть свою женственность и выбрала тебе этот костюм для ресторана. Я жду такой же комбинезон в бездне. Я перерыла весь ВВ, но нашла для тебя золото, поэтому наслаждайся. Ооо, я уже представляю лицо Давида, когда он это увидит. Итак, я заказала реально много вещей для полноценных образов. И каждая шмотка обошлась мне примерно в 3 тысячи рублей. Да, трэш! Сегодня я делаю обзор на одежду без отзывов. Но, 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 если мы наберем 20 тысяч лайков, я сделаю целую серию таких видео. Просто дайте простое человеческое понять, что вам интересно. Особенно в эти нелегкие времена, когда вообще непонятно, что на ютубе интересно, а что нет, потому что нихрена в рекомендации не выходит. Правда, страшно представить, во сколько мне вся эта рубрика обойдется. Ну что ж, это уже мои проблемы. Ах да, лайк, подписка, а мы начинаем. И вот наша первая вещь. Вы знаете, на самом деле футболочка-то не такая уж и плохая. Тут торчит нитка и тут торчит нитка. Ну что ж. Честно говоря, я себе купила эту футболку типа рублей за 500. У меня вообще никаких вопросов к ней бы не было, потому что, ну, окей. Но когда такая футболка стоит 2000, это, мне кажется, конечно же, перебор. Очевидно, что одну футболку мерить вообще не хочется. Сейчас соберем комплект. Слушайте, ребят, ну джинсы-то вообще выглядят очень добротно. Но не считая того, что они какие-то ультра огромные, хотя это самый маленький размер. Причем огромные они не только по их размеру, но также и по длине. Чисто я просто иду в джинсах. Зато здесь пафосно написано Miss Form. Ну а так, честно говоря, джинсы по качеству качественные. Даже какие-то вон нашивки есть прикольные. Но, видимо, кто-то уже пытался мерить, потому что посмотрите, насколько просто застянули эту штанину. Я в полном восторге и в ужасе. Сейчас я надену их. Ладно, я понимаю, что сделать универсальную размерную сетку, это достаточно тяжелая задача. Но что это за брюки? Я хочу ходить так 100 часов. В принципе, если я сегодня бы не убиралась перед съемкой этого видео, можно было бы подметать полы. А так не валится и хорошо. Не подглядывайте. Суждаю максимально. Я же теперь могу делать ASMR. Давайте сделаю вам ASMR этой штукой. ASMR вайб. Нормально? Чуть-чуть пахнет. Ну и ладно. Кто чуть-чуть не пахнет? Все чуть-чуть пахнут. Так, так. Правильно? Правильно. Итак, внимание, Давид оценивает мой аутфит. По бомжу стайлу 10 из 10. Почему? Потому что я не бомж. Я сказал стайл. Ну нет, нормально, я тоже так хожу. Мне кажется, эти брючки и на тебя налезут. Я думаю, легко. А вот мы сейчас и проверим. Не, ну Давид, ну профессионально получается. Смотря какой фабрикс. Я не знаю, на кого они вообще рассчитаны, наверное, на баскетболистов. Это самый маленький размер. Давид болеет, но все равно оценивает мою одежду. А я вел, как всегда, в ужасе от ситуации. Розовая футболочка с дырками. Да, мне не супер понравились сами вот эти вот дырки. По мне они выглядят не очень. Но на фотографии они выглядят именно так, как они выглядят в жизни. Поэтому к этой футболке я не могу иметь какие-то невероятные претензии, ибо она, ну полностью соответствует тому, что мы с вами видим. Джинсы. 2000. За 2000 прекрасные джинсы. На девушке они размер в размер. Поэтому я предлагаю, что данная модель, она просто очень высокая. У меня единственная претензия с этими джинсами, и это их размер. А в остальном абсолютно отличные джинсы, красивый цвет, вообще просто суперские. Поехали дальше. Ладно, у меня есть два вопроса к данному содержимому. Excuse me, значит, вопрос номер один. Обратите, пожалуйста, а зачем вы мне это заказали? Я это не буду проверять на ютубе. И не на ютубе, во-первых. А во-вторых, что с этим размером? Он очень большой. Как бы, извините, ситуация вот такая. И это я еще его даже толком не растянула. А если я его растянула, он будет вот такой. Все это, конечно, очень хорошо, но чуть-чуть саму малость не по размеру. И все-таки не на этом канале. Знаете, от какого магазина был данный комплект? От магазина Стерва. Это, в принципе, все, что стоит о нем знать. Зачем мне это, я все еще не понимаю. Ну, ладно, допустим. Вы знаете, вот и проси потом подружек о том, чтобы помогли тебе. Как закажут тебе вот такое вот. А ты просто сиди и думаешь, что садись. Ну что ж, дорогие друзья, у меня к вам вопрос. Что вы чаще всего сейчас смотрите? Аниме, сериалы, трюк-райм, интервью. А может быть, это Дорама или записи концертов с любимых исполнителей? Если у вас, как и у меня, список контента, который вас интересует, просто безграничный, то для просмотра я хочу вам порекомендовать отдельное приложение ВК-видео. Потому что именно там вы найдете и бьюти-туториалы, и фильмы, и реакции, и вообще все, что угодно из всех форматов. В том числе и классные эксклюзивные шоу от известных блогеров. Контент в приложении ВК-видео абсолютно бесплатный. Работает без сбоев и без подписки. Как часто вы скроллите ленту новостей и рекомендаций. Можно скачать с любого онлайн-стора и смотреть любимые видео в удобном для вас формате. И да, например, если вы собираетесь в путешествие, где не будет интернета, то то же самое аниме вы можете скачать из приложения ВК-видео. И спокойно посмотреть все серии в дороге. Ссылочку на скачивание приложения ВК-видео я оставляю вам в описании. Пользуйтесь и смотрите качественный контент абсолютно бесплатно. Вы знаете, я вижу тут еще один черный пакет такого же характера. Давайте мы сразу его тоже и возьмем. Выглядит он вот так. А нет, это зиплок. И здесь... Я не понимаю, зачем это было заказано. Кто это? Когда это носить? Тут еще вот это было в комплекте. И оно тоже очень большое. Куда это? Куда? Что это? Что за безобразие? Вот вы хотите, чтобы я вот в этом сейчас на своем канале уютном побывала? Но я же побуду, уже одеваюсь. Представляете, кстати говоря, к этому одеянию, что в подарок шло. Вы сейчас офигеете. Там Apple настоящий, смотрите. Apple. Не, ну, я думаю, вы неоднократно слышали фразу, что свои желания нужно загадывать прям максимально точно. Потому что вот не точно загадываешь, и вместо того, чтобы нового Apple как бы у тебя появляется, тебе вот это вот прилетает. Что это такое, я вас спрашиваю? Что это такое? Сейчас будет образ. Ага. Я вызываю его «Отвал всего». Так, нога. Опа, видишь, там что-то прозрачная сетка. Опа! А это ночнушка? Нет, это вечерний костюм. А, это не домашнее? Нет, это не для каких-то там, вопеть, ход ваших приватных взрослых диалогов. Это буквально вечерний костюм инфографии девушки в ресторане. Очень интересно, очень интересно. Хочешь примерить? Честно, я не знаю, как это комментировать. Поэтому спросила у подруги, что она хотела этим сказать. Дорогой, я решила, тебе нужно раскрыть свою женственность и выбрала тебе этот костюм для ресторана. Это плохо. А мне не должно было как-то закрывать хотя бы зону трусов? А тут в комплекте шли бежевые трусы. Вот, видишь, тут торчит? Это комплементарно было. Это в комплекте шло. Еще там Apple шоу. Чтобы люди не видели настоящие трусики, а видели фейковые трусы. Да, да, все так. И думали, типа, офигеть, бесстыдница. А здесь тоже самое. Это я прикрываюсь, потому что у меня просто социально неловко от этого костюма. Мне некомфортно, понимаете? Мне некомфортно, что смотрит Давид и два кота. Лучше ничего, чем этот костюм, честно. Абсолютно. Если бы у этого видео был слоган, этот слоган был бы «Я не выдерживаю». Не, ну, любимка просто. Я оставлю вам здесь, как должно было выглядеть вот это вот изделие. Тут есть даже видео, чтобы вы наверняка могли посмотреть, как это будет сидеть. Ну, что-то я немножко сломалась. Даже не знаю, что сказать. Стоит оно 4200 рублей. Я в ахере от этой цены. Реально, это самый дешевый просто гипюр. И знаете, у полиэстера есть целая куча, ну, разновидностей, естественно. Какие-то прям совсем отстойки, которые вот так вот делаешь, у тебя искры, буря, безумие. А есть нормальные полиэстеры, но вот это вот не относится к числу нормального полиэстера. Даже нормальную, я уж не говорю про хорошее. Вот эти розочки, конечно, смотрят на меня, а я на них, как будто бы они меня колдуют. Еще и вот человечек с сумкой Келли. Пошла, видимо, в ресторан. И едем дальше. Итак, ребят, вот такая вот кофточка. Честно говоря, прям вот в руках по качеству, как будто бы не очень качественно. Ладно, посмотрим, как это будет на теле смотреться. Если честно, эту юбку я выбирала сама. И пока что у меня, если честно, к ней все еще такой же вопрос, как и был к штанишкам. А что происходит с размерами? Нет, ну дело, когда вещи позиционируются, как оверсайз, это одна история. Но все-таки, когда вещи, как оверсайз, не позиционируются, ты берешь 2XS, и вот такая ситуация происходит. Но мне, честно, немного непонятно. Ладно, мерим. Это была ошибка. Замитов, что ты так подозрительно молчишь? А я даю тебе слово. А я не знаю, мне нечего сказать, кроме слов. Максимум, что я могу рассказать, вам показать, смотрите сюда. А вообще некачественно. Даже не стерли следы разметки. Как это вообще понимать? Нитки, дырка, нитки. Мне не нравятся вот такие юбки совсем. Как называется, юбка-карандаш или что? Не знаю, мне кажется, просто это для другой категории людей. Кто-то в отрасы ходит, вот это вот все. Я не думаю, что это вещь плохая. Просто мне кажется, что, конечно, с моим макияжем, образом, имиджем, она, наверное, смотрит скверно. Давай наделим внимание толпу. Профессиональный. Что это значит? Что именно тебя интересует в этом толпе, Давид? Мысль дизайнера. Очень-очень affordable. Ну, смотри, дизайнер постарался, разметку оставил. По качеству некачественно, по виду неплохо. Если честно, вот рублей бы 300-500 бы стоило, базара ноль. Но это не 300 и не 500. Стоит 2000, и как бы ссоры нас 2000, это совсем пипец. Понимаете, это не кусок какашки, как бы, на конце. А пока. Здесь нифига не обработано, и нет, это не авторский замысел. А здесь просто взяли куски той же самой ткани, и вместо того, чтобы сделать нормальные петли, они тупо сделали вот это, и опять-таки не обработали, и оно все расходится. То есть я еще не успела не то, чтобы один раз это куда-то надеть, я не успела это еще вообще 2 минуты в этом постоять, а оно уже в печальном состоянии, все вообще в нитках. Если честно, я думала, что эта юбка стоит гораздо дороже, потому что получается, что стоит она всего 600 рублей. И за 600 рублей у нее просто офигенное качество. И в данном случае я абсолютно не понимаю, за что такая низкая оценка, потому что ее цена всего-навсего. 600, блин, рублей. Юбка на все 100% соответствует тому, что мы видим на фотографии, и для тех, кому нравится такой стиль, и для тех, кому она придется по размеру, отличный вариант. Во, юбка проходит. И вот он лонгслив, который я только что мерила. Если честно, возможно, я немного чего-то напутала, но мне казалось, что он стоит гораздо дороже. Не знаю, что сказать. Честно, очень плохо. Плохо, плохо, очень плохо. Пэс, я снимала оценку видео спустя миллион лет после того, как мне привезли все эти продукты, поэтому на некоторые изделия уже появились какие-то оценки. Но когда они были заказаны, там не было этих оценок. А теперь, когда я сижу, оцениваю, смотрю и вообще монтирую, понимаю, что оценки есть. Но если что, тогда их не было, поверьте мне, пожалуйста. Это что, тот же производитель? Ну зачем? Нет, не тот же. Итак, смотрите, заказала кофточку. Очень похоже на прошлую футболку. С этой кофточкой дела обстоят получше. Она прям поплотнее, поинтереснее. И даже вот эти вот штуки, они как-то более аккуратно сделаны. То есть видно, что их немножко обработали. Они просто вот так вот ножницами. Но блин, серьезно, вот человек, кто это изделие придумал, а ты зачем вот эти вот булавки со стразиками, еще и к тому же золотые, на рваную гранж-штуку навесил? Ладно, это вкусовщина. Мы никого не будем осуждать за их предпочтение. Мы просто сделаем простое человеческое оценивание по факту. Вот, наконец-то, что-то милое, что-то приятное. Ужасно вонючее прям. Но красивое, потому что согласитесь, что ебка, правда, выглядит клево. Нет, она очень сильно пахнет. Но я ее надену. Но пахнет просто... Слушай, ну офигенно, да? Лайк. Получается, что лайк. На самом деле, кофта, правда, очень хорошая. Мне она, правда, понравилась. И она по качеству приятная. Это варенка, да? Да-да-да, это варенка. И обработанные вот такие вот края у нее очень хорошие. Лучше, чем у той розовой футболки, которая тоже варенка. Единственное, конечно, вот эта вот авторская задумка очень сомнительная. Или ты считаешь, что она в тему? Ну, это можно снять, наверное, что-то другое место него... Ну, можно это просто снять и выбросить. Да. Будет дополнительно булавка. Короче, вот не считая только этих булавок, которые, наверное, еще бы удешевили стоимость данного изделия. Вообще, отличная штука. Мне она, правда, нравится. Очень неплохо. А теперь оценим юбку. Ну, вроде нормально. Я просто в юбках не прям специалист. А тебе не нужно быть специалистом. Говори как со стороны. Со стороны выглядит прикольно. Я таких не видел, кстати. Что, вот здесь вот рваная штучка была? Ну, не только. Ну, вообще, в принципе, фасон такой интересный. С кармашками спереди. Вот эти рюшечки. Ну, называется Y2K. Я вообще удивлена. Те, что они не должны были, пока в школе, учились с таких юбочек ходить. Потому что, да, это очень модно было. У нас форма была. Ах, да, эти люди, которые только в одной школе проучились. Мне даже интересно, какого у нас больше в комментариях. Людей, которые, как я, обменяли миллион школы. Или людей, как Дарис, которые только в одной школе отучились. Наверное, тут нужно еще учиться. Знаете, эта штука стоит 2100 рублей. Да, больше ей, в принципе, сказать нечего. Упаковка, конечно, супер. Просто в какую-то штуку отдельно, отдаленно напоминающую пленку положили. Ага, это наш любимый с вами Miss Forum. Ну, в целом, да, я не знаю, что сказать, кроме того, что у меня сейчас тут так напылено, что вся пыль вот так вот летает. Я сначала подумала, что это для коня. Потому что, как бы тут вот такие вот приколы происходят, и я подумала, что это как-то к ногам, подковам, к копытам цепляется. У коня, наверное, качество получше должно быть хотя бы чуть-чуть. Что, колокола? Нет, серьезно, я не знаю, что это. Я не знаю, зачем я так стою. Когда я увидела эти штанцы, я сначала подумала, что это для лошадки. Как будто бы на подкову должна надеваться вот так вот раз, и конь такой типа... Мне кажется, в этих штанах не особо удобно оболакивать коня. Нет коня, чтобы проверить. Короче, на самом деле, очень странная штука, и очень странно, что она делает вот это вот. Мне кажется, так можно сойти с ума. Или вообще, во, я узнала лайфхак. Приходишь на работу, и начинаешь. Сидишь этими колоколами, открываешься, и все сходят с ума, конечно. Каждая думает, что у него глюки, да? Да, а ты сидишь просто на бое, болтаешь, а они бьются. Отвратительные штаны на самом деле. Ну, а нет психолога, поэтому я слышу колокольчик. Да, я уже просто ничего не понимаю, что животных привлекает. Смотри, вот, животное привлеклось, наблюдает. Ну, а про кофту я даже не знаю, что сказать, конечно, что они взяли все внимание на себя. Ну, мне такой дизайн не нравится, если честно, во всем. И в крое, и в длине. А это я еще все еще метр шестьдесят два. И вот эта штука мне тоже не нравится. У меня такое жесткое ощущение, что эта футболка, то есть она изначально существовала, как просто белая футболка, которую купили за 50 рублей, потому что она выглядит на френово. И налепили вот эти вот говнорюшечки, и начали продавать за много. Наверное, я не знаю цены. А вот сейчас мы ее узнаем. Брюкин ноль отзывов, нет в наличии, да и, в общем-то, все. Лаконичный коротко, 600 рублей одна звезда. Я даже не знаю, что из этих всех одеяний можно отнести категорию нормальное одеяние. Помогите определиться, я не знаю. А теперь, ребята, у нас на очереди с вами костюм. И не простой, а очень-очень эфорик. Стоил этот костюм очень дорого. Он стоил целых 4 тысячи рублей. Хотя сейчас мне по качеству этот костюм кажется абсолютно адекватным. И как будто бы он даже по размеру, посмотрите, не выглядит гигаогромным. Подождите, прежде чем мы проверим, я нашла вот такие вот приколы сомнительного характера. Это значит, нитка от каких-то других изделий прилетела в это. А, подождите, а что здесь вообще произошло? Они, типа, перепутали нитки? Посмотрите, как странно он внутри прошит. Ну, типа, я понимаю, что внутри всем пофиг, но все равно. Как будто у них просто в этой швейной машинке застряла какая-то грязь. С этой грязью еще застряли волосы. Волосы. Посмотрим, как эта вещь смотрится. Вы можете успокоиться, а не устраивать драки постоянные? Да, это очень плохо их воспитала. Ну, ты потому что не принимала участие в воспитании. Я бы назвала его даму с котячкой. Что-то очень странное. Это костюм. Похоже на эту женщину из Гарри Флоттера. Как там ее зовут? Которая розовая тоже такая была. Да. Шапочка. Или у нее не было шапочки, я не помню. Давид, как ты сегодня больше этот образом не идет? Я похожа на бизнесмен. Знаешь, обычно я говорю, что тебе все идет. Так. Дичь странная. Давид, 13 лет жизни для тебя что? Мне нравится, что она полностью седает все твои формы, не формы. Не понятно, что за мешок какой-то странный. Я люблю оба сайта, но это выглядит плохо. И здесь у нас, о май гад. Это что-то на вечернем. Нет, это что-то на богемном. Это вот сразу вспоминается. Да опять костюм? Я думаю, это платье. А это костюм. У кого из вас, пожалуйста, дорогие друзья, ответьте мне, у кого из вас просто кинг на какие-то странные костюмы? Я не понимаю, что за желание нарядить меня в комбинезон. Вам нравится, когда я скачу по квартире такая, типа... Нет, у меня нет других объяснений, почему у меня тут одни сплошные комбинезоны. Эти комбинезоны еще небось страшное количество денег стоят. Стоил 6 тысяч рублей. Вот эта штука стоит 6 косарей. Блин, вы что, угораете? Что это такое? Вот я подвеска. Кто там? Это я. Так, ну, сдалека это неплохо. Ну, в смысле, не так плохо, как предыдущие. Она, между прочим, была моделью. Когда? У него лук кутюр без этих кутюр прайсов. Я забыла, да, я пафосно закрываю показ на фэшн-вике. Вот ты смеешься, а мы в этом году пойдем с бездной на фэшн-вик. Ого. Скорее всего. В этом году или, в смысле, в сервисе? Ну, в 25-м. Значит, какой сейчас? 25-й. Все еще плохо. А, спасибо. Верх, кстати, не такой уж прям супер-глохой. Ну, конечно. Да. За верх я ставлю пятерочку. Из 10. Ну, да. Но низ, это какой-то кошмар. Это просто что это? Это вот реально, мне говорят, какие-то странные штуки. На самом деле, да. Отверстие здесь достаточно большое, но, возможно, это подразумевает. Возможно. Но такого не было заявления. Пока этот потрясающий, великолепный костюм ко мне шел, он заработал оценку. И это оценка 3 звезды. Это изделие стоит 3400 рублей. Изначальная его цена 6000. Я даже не знаю, что сказать. И я не понимаю, почему все эти платья, комбинезоны и прочая вот эта вот вечерняя история фотографируются в настолько красивом состоянии. А по факту, ну, вы все видели сами. Что мне тут еще сказать? Ну, в целом, на самом деле, у меня пока что спасибо, что ты не видел то, что там вообще лежит. Потому что, конечно, дамочки очень хорошие вещи мне подобрали в этот раз. Спойлер нет. Кто тебе подбирал? Ну, целая толпа подбирали. Они там коллективно решили устроить мне классный закуп. Брэншторм происходил. На 40 тысяч закупили контента. Хера сидели. И я просто этому контенту поражаюсь. Это да. Я еще представляю в комментариях. 40 тысяч потратили на говно. Недавно я снимала видео с проверкой косметики русских блогеров. И вы знаете, проверка этой косметики заставила меня задуматься о том, окей, у наших дела обстоят так, но как дела обстоят у зарубежных популярных инфлюенсеров? Во время поездки к своим родителям я нашла самое настоящее золото в магазинах косметики. Золото, потому что еще и стоит дорого.